Значит, по поводу левитов, являются ли левиты на самом деле, в отличие от всех остальных евреев, потомками хазад? Была недавно работа по левитам и по эрадина, и это оказались эрадина из региона Мазандаран и Гелан, из двух регионов. И даже вполне определили, какие существующие иранские рода, какие фамилии. То есть, это возраст левитских эрадина – тысяча сто лет примерно. Сразу уточняйте, левиты ашкеназы, есть левиты сифарды, есть левиты разные? Ну хорошо, левиты ашкеназы, потому что здесь не очень... То есть, они оказались эрадина один, но при этом оказались иранцы? Да, это оказались потомки иранцев. Был вопрос, являлись ли они потомками степняков, нет иранцев. Ну а сами иранские эрадина изначально были, конечно, степняки. Так, а у нас палио ДНК по хазарам не было? Возражений сразу. Значит так, левиты, вот он правильно сказал, у них эрадина там 65%, но у них три линии эрадина. Можно спокойно убедиться зайти в фэмили тридна проект, найти сайт евреев, ашкеназий, левитов, посмотреть их не гоплотит. Значит, смотри, у них есть линия эрадина, основной субклад у них Z21-22, вот что интересно, но у них не просто, как будто они специально собирали только людей из этого рода, я не знаю. У них есть Z21-22, одна ветка европейская, восточноевропейская, одна ветка. Одна ветка у них есть, хазарская, сейчас я скажу, и одна ветка у них есть иранская. Вот он знает, Вадим просто до конца не знает, он просто знает про эту ветку и про эту, а про это он ничего не знает. Теперь же, с какой, слушай, 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 теперь же смотри, как так получилось. Вот был такой род Z21-22, когда-то, очень давным-давно, жил он на территории русской равнины, это Кубань, Южная Украина, вот там они жили. Они разделились когда-то, какая-то часть рода вместе с другими субкладами Родина ушла в Европу, а они стали там в состав, сейчас этот род там находится среди немцев. Другая часть рода ушла вместе с другими арийскими родами в Иран, ну когда арии расстрелялись, они же ушли в Индию, в Иран, какая-то часть рода ушла в Иран. И какая-то часть рода осталась здесь на месте, ну где они жили, так и сказали. Что происходит? Те, которые ушли в Иран, они стали предками персов, да, вошли в состав персов. Так они вошли в состав или они главные суббаты? Ну, если персов считать не только Р1-А, там разные же по плоду. Нет, у них весь Р1-А1, у них весь такой или какой-то другой? Разный, не только такой, не только Z21-22. Те, которые ушли в Европу, они стали, вошли в состав современных народов немцы. У немцев есть Z21-22, другая. А те, которые здесь остались, они сейчас встречаются среди народа, карачаевцы, балкарцы. Так вот, теперь тестируют левитов, ашкенази. У них находят и такие ветки, которые действительно происходят от европейцев, которые приняли иудаизм и стали евреями. Находят такие ветки, когда они родственны с карачаевцами и балкарцами, это хазарские рода. Ну, карачаевцы, балкарцы, не все там, у них есть Z21-23, это от Алана не происходит, а это именно от Хазар происходит. Есть такие иранские рода. То есть, ну, самое интересное, почему они все Z21-22 оказываются? Такое ощущение, что именно своих как будто притягивали, я не знаю, и главный силу левитов они находятся. Кстати, вот эта ветка еще встречается у татар. Но Z21-22 они себя в Персии считают персами, или местными евреями. Персами. Может, они сохранили какие-то культурные связи? У меня, вот он правильно сказал, есть точка зрения, что те, которые ушли вот сюда, они были же очень образованы. Там происходили какие-то династии даже одних, иранских царей. Они, видимо, знали, что их недалекие предки жили когда-то там, на севере. Возможно, они какие-то поддерживают... Они же знали, до какого там калина должны были знать свои хазары. Да, возможно, они поддерживают какие-то связи. Дело в том, что часть хазар потом принялись за растризм, если вы источники почитаете исторические. Хазары часть принялись за растризм. Может быть, как раз потому, что они были родственны вот с этими. В общем, тут история такая, что у этих евреев-ашкенази три линии Z21-22. Вот тебе, пожалуйста. То есть, притащили все-таки еще из Персии. Ну, почему они, главное, только именно ветку собирали? Вот это мне непонятно. То есть, они же могли взять Z21, Z другие, но они, почему-то, главное, своих притягивали. Несмотря на то, что они немцы... Значит, уростое суни как-то преобладало. Нет, либо они что-то сохраняли, какую-то традицию, которую сейчас утрачено. Почему, когда вот эти евреи, которые шли с Ирана, потомки вот этих, дошли до Хазарии, этих себе присоединили, да? Еще дошли до Германии и этих присоединили. Почему такое зашло? Вот, пожалуйста. Так что, Хазары были? Ну, то, что они были, а вот кто именно, все-таки спорный вопрос покажешь. Законишь в Карачаево-Балкарский ДНК-проект, находишь линию Z21-22, смотри, кто их не совпаделся. А в Пасете 21-22 или Карачаевцев они сколько? Ну, незначительные. То есть, мало, да? Да. У них основная линия 2123. Ну, все-таки основная у них R1-A1. R1-A1, но 2123, другая линия. Это потомки Алланов, Масагет, Павланов. Короче, левитая ашкинация – это потомки иранских евреев, хазар и плюс еще европейцев. А иранские евреи – это, по сути, бывшие персы. Ну, а теперь вопрос тогда о крымских татарах, о караимах и крымчках. Ну, есть крымско-татарский проект, и там по ним получается порядка 32-34%. Пока это будет плавать цифра R1-A. Сколько там человек протестировал? Ну, будет там несколько десятков, что ли, получил. Ну, будет плавать, да? Да, будет плавать пока. Ну, примерно там и R1-B, и J, и… И Е. Да, да. То есть, такой полный букет югов. И R1-B там. У них даже А1 есть. А1 есть. У крымских татар. Да, А1 у них затесался. Это годы, потомки годов, потому что… Да, вообще сборная солянка в Крыму всегда была. И сейчас пока остается интересный вопрос. Это выудить там потомков всех, кого мы хотим узнать. Кто же они, кем, кто они были, какие именно рода. Скифы, Готы, Тавры, все остальные. А Готы то, что Е1 считается установленным фактом? Нет, не считается. Смотри, да. Вот он правильно говорит. Дело в том, что которые крымские татары живут в Крыму, у них А1 совпадает с норвежскими А1. Дело не будет. Соответственно. Плюс. Ну, там есть еще один род. Просто, и когда мы уже говорим о временах годов, это не одна гоплогруппные народы уже. Готы были и Р1-Б тоже. Уже и Р1-А там были, и Е наверняка, и все, кого они подхватили по дороге оттуда. Но если я просто вижу, что в Норвегии А1 совпадает с крымскими татарскими и А1, я понимаю, что это вот. Там возраст надо знать, может, это викинги. Там же викинги... Это называется путь из варягов греки. Да. То есть, если, может, молодой совпад, может быть, это потомки варягов, которые там плавали. Ну, а по поводу караимов? По поводу караимов, вот лично я слышал только, что неопубликованные результаты протестированных порядка 50 человек. А почему неопубликованные? Ну, вот не хотят публиковаться, и все. Это потому, что они не являются семейским народом. Это Р1-Наш. Нет, это мы все понимаем, что они тюрки, но по языку. Ну, а поверь, они чистые иудаисты. Ну, не совсем. Ну, у них Тора там... Вот только Тора... Только устные... Талмуда нет, да? Навык там. Да, вы что? Нет, да, да. Ну, а ководу крымчаков? Нет, не знаю. Вот это мы не знаем. Это надо специфически смотреть. Если такие вопросы маленькие возникают, надо на форуме задавать, и мы тогда покопаемся. Я знаю, что есть такой народ Таты, это горные евреи. Живут на Кавказе, они гоплогруппы Е. Что неудивительно. Да, намного удивительно. А у евреев гоплогруппы Е одна из основных. Это понятно, что у евреев одна из основных, а ты говоришь, что там вообще все. Не все? Нет, не все, конечно. Да она на сколько? 20% нет? Что? По еврейской популяции Е. Да, порядка 20. Нет, но очень многие знаменитые еврейские фамилии гоплогруппы Е носят. Эйнштейн тот же самый, у него гоплогруппы Е. Жириновский, пожалуйста, Е гоплогруппу. Кто не знал, я не помню. Так что, понимаешь, вообще, в мое понимание, вот именно евреи, я бы, кого бы отнес, гоплогруппы Ж1, Ж2 и Е. Это типичный, на мой взгляд, потому что среди знаменитых еврейских фамилий вот эти гоплогруппы очень часто встречаются. Вот я не знаю особо знаменитых, допустим, фамилий еврейской группы Е1, допустим. Ну, там их процент небольшой, там 2-105, да нет, побольше, там очень мало. Вот возьмешь, допустим, какие знаменитые фамилии? Из Хак? Не знаю. Ну, многие знаменитые еврейские фамилии, там, основатель сионизма, кто там, это, ну, Герцог, да? Ну. Вот надо кого, тестируешь, проверяешь их потомков и узнаешь их гоплогруппы. А по Хасидам есть отдельные данные? Не знаю. Вот я не специализируюсь на этом. Сефардов, у Сефардов это знаменитые, ну, у них Е очень много. Ну, есть еще бы, они африканские евреи. Берберды. Берберды. Ну, чувак, к Фоменко-Насовскому, насколько это подтверждается, да? И фенотипом. Ну, фенотипом. Потом к Фоменко. Фенотипом? Не, ну, фенотипы давайте немного, там, если только. Я уже не... Я уже... Лично у меня эта тема вызывает немножко уже так, легкий пессимизм, потому что она дает довольно низкую, низкое разрешение, решение этих вопросов. Уже с практической точки зрения, вот, сравниться с ДНК-исследованиями, ДДНК и там... Он про что говорит? По фенотипам можно жестко-жестко просто ошибиться. Вообще жестко. Очень можно. Человек может стоять перед тобой негроидной расы. Ты будешь думать, что у него какла группа, ты берешь, у него ДНК-тесла, у него Р1А или Р1Б. Или через тобой может стоять человек европейской внешности. А он Е. Берешь, у него ДНК-тесла, у него Ц3. Вот я показывал книгу, видел, да? Да, да, да. Типичное такое лицо, европеоид классический, Ц3. Или КУ. А почему? Потому что брали жен, вот он женился, допустим, на определенной... Ну, понятно, что там 1%, но это оказалось отцы. И самый главный ты момент сказал. Кстати, у женщин очень сильно фенотип влияет на потомство. Потому что X хромосом, она намного больше, чем Y хромосом. То есть, очень сильно... И на ней кодируются все, и на них ничто. Поэтому очень сильно зависит, как будет выглядеть будущий ребенок от твоей супруги. Какая супруга... Вон, Пушкин. Стоило там затесаться арабской женской линии, сразу Пушкин по черням. Хотя типичный славянин. И все до сих пор думают, что Пушкин это какой-то араб или какой-то негр, или еще что-то. Ну, у него там кто, прадедушка был, ну, это аж... Ну, у него прапрабабушка. Просто у нас путают вот это все время. Ничего прапрабабушек. У него по матери там прадед. Да, по матери. По матери прадед. Да, это женское линия, получается. А так он оказался обыкновенным потомком русского дворянского... Словянин. Словянин. Да. А кака, взяли у этих родственников, да? Да вот Пушкин сейчас существует... Кстати, очень интересный вопрос по Лермону. У него R1B. Ну, Шерман тоже, естественно, поскольку он шотландец. Нет, вот это... Его родственники там по проекторам Лермоны, да, R1B. Ну, вот это интересно, что он R1B. Но шотландец. Ну, да, типичный, обычный. И люди в итоге в тесте получают обыкновенные статистически средние, обычные данные. Чигевары R1B. Чигевары R1B, да. Ну, ладно. А Достоевский? Неизвестно? Ну, ее вроде как не протестировали. Вот. Получили результаты Николы Теслы. Ай-2. Серьезно? Однофамилец. Однофамилец из той же деревни. Откуда он? Ну, это тоже, естественно. Стоп, стоп, подожди. Тесла один из гений великим. То есть у него все-таки Ай-2 это 100%. Да, это Ай-2, да. Та же деревня, та же фамилия Тесла. На уровне Леонардо да Винчи это великий исследователь. Ну, это конечно. То есть Ай-2. Великий народный, скажем, вы исследователь. Да, народный. Нет, но все равно. Энгендарный. По сути это вирусная реклама автомобиля Тесла. Да, это легендарный. Легендарный. Хорошо. Даже если я ошибаюсь, но в любом случае это исследователь, который... Ну, хороший ученый. Хороший был ученый. Ну. Что он стоит, допустим, по сравнению с Игорем Данилом? Да ничто. Тесла это просто пальчик. Примерно так, да. Значит, ну чего? А как по Фоменко-Носовскому стоит вопрос? По Фоменко-Носовскому я пока, вот лично я не видел и никто особенно не возразил из людей, кто вот занимается ДНК-исследованиями, вот, зарубежными, что каких-то, какой-то сногсшибательной там критики классической вот этой истории не возникает по ДНК-данным. Проще говоря, задать такой вопрос. Что подтвердилось по теории Носовского и Фоменко? Я хоть не знаю. Ответ. Ответ. Ничего. Тему можно закрывать. Не, ну подождите. Что подтвердилось? Ну, завоеватели типа ИР-1, Б-1 были же. А что вы сами Носовский и Фоменко? Ну, они говорили, что были какие-то завоеватели, которые организовали империю. Их несколько раз было. Завоевателей империи каждый год много. Между прочим, те же самые. Ну, ведь кое-что и повторилось. Например, хейтинг, который там монгольского ика, в смысле в Монголии, его никогда не было. И это с генетической точки зрения подтвердилось. А среди русских, про которых говорили и там кое-где говорят, что сплошные пантомки монгол, ну, нет, не оказалось. Там, где русских, по статистике, получается 1700-800 носителей гоплогруппы С, которые, которую можно ассоциировать с нашествием монгол, ну, они тоже вроде бы, во многих случаях их лучше считать просто с результатом смешения. Банального за последний века. Ну, типичные, говорите, гоплогол монголов, их нету русских совсем. Ну, да, ну, это кто говорит, разве Фоменко и Насовский? Ну, многие критиковали, ну, вообще, Гумилев, например, я считал, что, в этом смысле, она была и не игом, а точнее, бархатным владением, но, тем не менее, он считал, что какие-то люди откуда-то пришли из степи. Ну, это глупость, конечно. А, вернее, переселение народов это много раз было или один раз? Один раз. Типично так стабильно и мощно. Иметь в виду, которое было... Я понял, да. А вот с чем это связано, вдруг почему так случилось? Вот не было, не было, и вдруг наступил Великий Песелинавр. Ну, вот климатологи, сколько эти геологи там говорят, что где-то изменение климата... Та же Северная Африка была когда-то местом замечательным для сельского хозяйства, для взращивания культур. Четыре тысячи лет назад, ну, южноукраинские степи там были фактически пустыня. Климат менялся. Климат менялся. Климат менялся, меняется, он опять поменяется. И заставить народы двигаться. И как только, так сразу зашевеляться так, что мало не покажется. Нет, миграции населения были всегда. С тех пор, как человечество появилось, как они начали двигаться с Африки, все, миграции постоянно были. Да. То есть, если ты имеешь в виду, что когда-то арии переселялись, это было. Ну, может, тоже можно назвать великим переселением народов? Но это миграция. И как вам понятно смысл таких огромных... А великим переселением народов, почему термин идет? Когда с Азии идет хуну, такой древний народ, доходят до Урала, с уграми мешаются, гуны образуются. И вот эту тусовку, это одна из причин. Одну назвал климат, а другая, что гуны пришли и все это затронули. И Готов они затронули, и Аван. И все это начало двигаться просто. Союзы стали образовываться. Период военной демократии, так называемый. Пока, в конце концов, этих гунов не разбили на каталунских поэмах, да, их разбили? Последнее сражение их было, где их разбили и... А гуну это принадлежали к какому? Каплогруппе, как по примеру? У гунов или хуну. Ну вот и хуну, и гуну. Тестировали хуну, у них знать, аристократия была одинак, а реально кунганы тестировали. Видимо, это был сложный народ, причем они делились на рода. То есть родина вообще стремится быть везде как-то главными, да? Боевые вожди, военные вожди. Ну везде вожди, на самом деле. И в Индии... В Ишитов, да? У Османов. У Османов, то есть везде родина везде наверху. Ну вот просто факт тебе говорю. Это опубликованный академический источник. Зайди в Википедию, там дана ссылка. Заходишь в раздел родина. Протестировали хунский могильник. Могила знатного вождя. Центральный кунга. Протестировали. Р1А. Вот тебе факт просто. Ну единственный, да? Там рядом другие курганы стоят. И они цены. Цены. Ну единственный факт. Это неинтересно. Понятно. Ну что? Попали на ДНК. Попали на ДНК. Всего 50 тестов. Они все единственные факты, можно сказать. А, то есть все 50 тестов, да? Да. В мире всего 50 тестов. Такая такая у них у фараонов 50 штук, нет? А по фараонам... Ну по фараонам... Ваши из коллекция большая. Есть фараонов взять и протестируем. Есть во-первых, значит фараонов. Есть такие сейчас данные, что гоплогруппа С, которая выходила с Африки, да? Угу. Очень ранние. Которые происходят аборигены Австралии, часть из них, потом монголы, калмыки, казахи, там часть индейских племенов. Очень древняя гоплогруппа. Одна ветка ушла в Европу. Ее сейчас так называют С6. Она встречается только у европейцев. То есть это не связано ни с монголами, ни с аборигенами, ни с прочим. Так вот, есть такая утечка информации, предположение. Раз они ушли в Европу, то не исключено, что у тех же самых фараонов могут оказаться гоплогруппы. Как и Р1А, как и С6 та же самая. Р1Б у штучной есть. Р1Б в одном экземпляре. Мотодонхармон известный. То есть у них может начать... Котовая курила и нюхала кокаин. Эти династии там постоянно менялись, да? В Египте. Там могла быть какая-то династия Е, какая-то Р1Б, какая-то Р1А, какая-то С. То есть они все могли меняться. Ну, так еще попали в ДНК. Где что есть? Это Луцкий, например. Вот тоже загадка большая. Результатов нет. Есть предположения там на разные гоплогруппы. Ну, какая я тебе могу по пальцам перечислить? С чего есть? Да, список не сильно большой. Иногда вот проявляется за последний год, вот даже вот за последние месяцы выскочили результаты по охотникам, собирателям Европы. там гоплогруппа Ай-2 везде выскакивает. А, так вот. Юг Скандинавии, центр Европы, западная Европа там выскочила очень хорошо. Гоплогруппа Ай-2. Ждем, конечно, когда вот немцы все-таки выдадут, они там сотни скелетов обещаются все-таки опубликовать. Это исследования дорогие очень. И исследования, допустим, отцы этого из Австрии, там, из Тироля. Это тирольский человек, это мумия. Обошлась там в несколько миллионов евро тестирование всего этого дела. Поэтому ждем, когда европейцы вот публикуют. Ну, было бы, конечно, классно, чтобы наши ученые где-то добыли деньги на вот это тестирование, потому что оно исчисляется буквально миллионами долларов там. Нет, возникло мнение насчет того, что женщины больше мигрируют. Вообще можно взять в мирное время наверняка женщины очень хорошо мигрируют, потому что очень хорошо видны шлейфы женских миграций через страны, религии, культуры. Просто замуж, как выходили, вот такая линеечка двигается, дальше, допустим, из Западной Европы, аж куда-нибудь до Индии, с такими зигзагами. Ну, кто-то ближе выходит замуж, кто-то рядом. А вообще, в основном, миграции женщин, допустим, если взять нашествие каких-нибудь дрейцев в Грецию, то получается, что женщины, они наверняка и не взяли с собой, что ли. Какие-то военные компании пришли, захватили себе то, что на месте. В этом случае говорить о каких-то серьезных миграциях женщин не получается. Экспансии, вот когда экономические происходят, вот женщины тогда да, вот заметно кажется, вот я просто из того, что я рассматривал, это уже мое чистое мнение, что женщины проводят именно экономическую миграцию просто замечательно. Если арабский принц богаче, то и женскую миграцию туда. Да, женская миграция уже там. Так что? А по женским этим линиям что-то там определяется? Нет какие-то там еще дополнительные информации помимо вот этого? Ну, из интересных вещей это распространение, допустим, гоплогруппы Эйдж. В настоящее время она самая многочисленная МТДНК Эйдж в в Европе, она так, в общем-то ее шлейф хорошо виден. От Западной Европы до Урала. Вот у него Эйдж, у меня Эйдж в женской линии. У нас и Р1 с ним обоим, и женский линия. Да, в общем, допустим, сценарий именно для миграции… А МТДНК дорогая? Нет. МТДНК… Самые дешевые стоят не дорого. 180 по-моему сейчас. Ну, метод МТДНК тебе ничего не даст. Оно просто тебе даст общую гоплогруппу? Вообще, женщинам оно даст. Женщины именно интересуются, потому что это их прямая линия. И они… А на тебя она закончилась? Да. А на мужчине она закончилась. Зато ты продолжишь Y свой. Ну, вот сценарий с гоплогруппой Эйдж в Европе, он интересен тем, что он, по прикидкам, где-то во время неолита, если уж так получается, или культуры воронковидной, околоковидной керамики, там это доминирующая просто там процентов 80 гоплогруппа, и потом она начинает распространяться в восточном направлении, в культуре шнуровой керамики, это вот восточная европейцев, и проникает до Урала. Принцип какой? Экзогомия. Женщины выдавали замуж в соседние рода туда. Это было сделано для политики, для культуры, для чего? Для мирных отношений или с женщинами рассчитывались, мы не знаем сейчас, но это была экзогомия. То есть, вот они оттуда и… Ну, оказались очень успешными, поскольку в той же России, точно так же, как и в Западной Европе 40 с лишним процентов. Ну, плюс репродуктивность. Да, может быть просто банально были более… Более хладовитые. Красивые. Красивые. Вот точно есть прикидки, какой внешний вид несли с собой. Вот очень хорошо распространился он. Типичная европейская красота, когда… Ну да, такая европейская красотка. Стройненькая такая. Блондинка, да? Нет. Да нет, вот они, вероятнее всего, они были не блондинками. Хотя… Хотя светленькими, может быть. Русские, может, не знаю. Ну, мы сейчас такой момент обсуждаем, когда… Вот это… Вот сейчас идет очень хорошая перепалка с определением, с тем, что мутации, которые отвечают за цвет глаз, цвет волос, кожи, все-таки до конца не определены. Они точно так же, как не до конца, видимо, определены мутации, которые отвечают за переваривание молока у человека. То есть, щепление, наверное. Да. И поэтому по ДДНК, которая сейчас вот за последние месяцы появилась, возникли вопросы, а какого цвета кожи они были, и истерика начинается, когда говорят, что… Вообще-то, вероятнее всего, они были светленькими, все эти Ай-2, которые жили в Европе… А, именно мужская линия? Да. Не знаю, динарский тип, так называемый, да, который распространен на Балканах. Те же самые болгары, темные такие, да? У них Ай-2. Ну, кожа, они светлые. Да, кожа светлая, но все равно они брюнеты, жгучие брюнеты. Жгучие брюнеты, с абсолютно черными. Карие глаза, темно-карие глаза. Да, практически черные. Ну, мы все-таки говорим о давних временах, поэтому когда надо все-таки учитывать… То есть, для женщин тут ничего интересного нет, да, в генетической генеалогии. Получается, что и для них зачем? Почему интересно? Такое информацию они могут вычеркнуть. То, что у нас все получается… Что в общем? Ну, пока. А почему это не следует? А потому что сложнее. Ну, вы-то же не это… Ну, вы со временем научитесь. Сейчас хотят разобраться хотя бы с миграциями мужских родов. Если вот, допустим, R1B хорошо видно, как она шлейфом прошла от Салтая, Средней Азии, Восточноевропейская равнина, Кавказ, Левант, Анатолия и дальше по Европе разнеслась хорошо, вот такая хорошая миграция видна. Где-то хуже это видно. Да она через Южную Валку и Сирену Африку пошла все-таки? Там разделился поток, потоки разделились. Потоки разделились… Так, разлился Коми-Амум и Тотанхамон это… Африканский поток-то еще чем-где нещу какие-то данные Смотри, простой пример… Нет, только короткий гоплотип. Нет, имеется в виду, там Коми-Тотанхамон еще кого-то тестировали? Простой пример. Баски R1B, Кильф и Р1B. У них разные Р1B. Вот эта Баска и Р1B, она идет с юга. А как это известно-то? Ну, такие же гоплотипы дальше идут, вплоть до Севера Африки. Да в Север Африке их сколько? Кроме Тотанхамон я знаю, мы имеем. Да причем из Тотанхамон? Современные народы. Тунеисцы, какие-то… У них есть Р1B, которые очень… Там же как-то микроскопическое количество. Да, микроскопических там 1-2%, которые похожи с Баски. Это шла южная миграция. Да, почему это не могло быть наоборот? А потому что там древнее, которые идут эти линии. Неизвестно. Вот как раз по СТР еще Клезов считал. И еще четыре года назад, и у него получилось уменьшение… Здесь древнее и идет шлейф из Центральной Азии. Здесь разделяются. Кто-то уходит на Левант, Ближний Восток. Кто-то идет… В Африку, Анна… Северу Африки. Кто-то на кораблях распространяется аж до Англии. Туда и до Скандинавии доходят. Там идут бошки бьют буквально. А кто-то идет через Балканы, через Алипы. Хороший вопрос. Почему они ломанулись в Центральной Азии? Помнишь, что сегодня задавали? Чего я не сиделся, пошли до Европы и дошли. Ты такой вопрос задавал. Вот ответь ты. Я просто не смог ответить. Нет, вопрос был другой. Куда неделя местное население, особенно… Вот расскажи. Вот он в теме. Вот Клесов написал эту работу. Он обосновал. И в общем-то это не всем понравилось. То, что там есть целая культура, которая называется культура разбитых черепов. То есть они… Какая-то определенная волна шла и просто тем, кто местным, грохали. И все давали что-то? Да. И Сида Алипия? Ну, нет. Ну, вроде мы не имеем таких подтверждений. Вот то, что найдены где-то были следы от стрел, допустим, на костях. Убили, допустим, Вейлау найдены. Семья Эродина и группа МТДНК. Ну, по-моему, была. Я сейчас не помню. Там, по-моему, где-то был след от стрел. Головы, по-моему, были разбиты. Потому что там самое интересное, вот той же самой Германии, археологические раскопки вот этой культуры разбитых черепов. То, что я вам говорил в прошлый раз… Это не в Германии, это сверли. В Германии тоже там находятся. То есть они когда проходили… То есть, получается, они просто собирали мужчин, вот это всех, которых завоевали, их убивали, оставляли женщин. И то есть там, в основном, мужские трупы… Да, просто непонятно, зачем убивали. Это же как-то глупо. Война. Да нет, просто легче захватить плен, да, и использовать как равна. А я прекрасно… Как объединиться с ними, как с этими, с народами, и захватить большую территорию? Ну, равна чем? Конкуренция, обыкновенная конкуренция. Нет, просто убивать-то глупо, на самом деле. Нет, ты сейчас рассуждаешь, как человек 20 века, а у них были другие культурные. Нет, я понимаю, что у них были другие культуры. Может, мы не можем объяснить, зачем они это делали? Если бы они их съедали, это было понятно. Не хватало еды, и они их убивали… Ритуальный каннибализм тоже был. И убивали, и съедали. Это понятно. А если они просто их убивали, это глупо, потому что любой человек – это резерв. А Р1А1 уже пошли волной, да? Вот гоплогруппа Р1А примерно появляется в Европе во времена позднего мезолита. Это еще даже не неолит. Неолит – это приносит G2, G2. G2. Да. Потом Р1А распространяется уже массово, вот эта явная культура. Это уже Р1А1. Да, это более поздние линии, уже бронзовый век. Вот бронзовая технология то ли дает преимущество, то ли сама организация выросла, и с этим производственные мощности выросли, хотя бы бронзу стали нормально производить. И успешно прошли аж до Индии, получается, с этими бронзовыми, с этой бронзой. А потом Р1А1 по веку идет, да? Блотности населения. Политическое обоставление какое-то государство возникло, объединило каких-то людей, да? Это предел государства. Так вот. Они стали одним народом. Так вот, насчет Р1Б сейчас самый важный момент скажу. На прошлой лекции, помнишь, говорили, что с Алтая шли? А вот сейчас есть какие-то данные, что, может быть, они шли ближе, а просто на Алтае ветка ушла одна, и нам кажется, что они с Алтая шли. То есть они с Урала могли идти, просто ушли на Алтае они, а не ушли в Европу. Потому что, если ты посмотришь карту Фемилии Тридна, они идут с Урала, не с Алтая они идут. И Р1А… Да, это большой скамызник больше повезло. В смысле? Ну, кто шел на Алтае, кто запомнил? Я к тому, что откуда, на самом деле, прародина вот этих гоплодруб. Я к этому сейчас завел вопрос. Теперь же, мы сегодня очень хорошую с ним гипотезу обсудили. Это только гипотеза. Но интересно получилось, что когда Р1П пришли в Европу, культуры разбитых черепов, да? Они Р1А победили, да? То есть Р1А вынуждены были сдвинуться, ну, на русскую родину сюда. Потом наступает эпоха Кельтов. И у меня было сегодня мнение, с Вадимом обсуждали, почему Р1А стали воинственными. То есть, да? То есть, они жили, как-то их приходит Р1Б, побеждает. Буквально там через некоторое время Р1А набирает силу и сами начинают экспансию. Они в ту же самую Европу двигаются, как Кельты и так далее, да? То есть, там, арийская миграция на восток. Это уже Р1А1. Почему они стали сильными? У меня сейчас гипотеза возникла. Вполне возможно, что когда Р1Б пришли, они такой жесткий там, ну, устроили, скажем, отбор, что Р1-шники, у них огромное значение проявило в сословии воинов. То есть, и фактически в будущем, то есть, этот род как бы стал за счет этого. Плюс технологии там бронзу открыли, железо и так далее. Вообще, совместные какие-то действия Р1А и Р1Б, они шли как-то не очень однозначно, потому что по все-таки гипотезе получается, что по определенным данным и есть, что среди ямной культуре Р1А присутствовали, и древние ямники, самые древние слои ямной культуры, это на йоге Украины туда, это была все-таки вочная Р1Б. Вот сложное взаимодействие шло на тысячи лет получается. Какое-то оно одно было, нет, их было несколько разных, но по пришествии Р1Б появляется на западе Европы, уже когда там очень плотно, сильно изменился климат, и, видимо, они пришли с какими-то, ну, такими, точно так же, наверное, как и в Северную Африку, вот уже шла волна. Самый интересный вопрос. Вот кельтские народы, современные кельтские народы, это биболийцы, бретонцы, шотландцы, ирландцы, считаются кельтские народы. У них основная каплогруппа Р1Б. Дальше. Мы как-то с Вадим вообще там обсуждали тему на разных зданиях. Почему так? Потому что кельты вроде же индоевропейцы, носители индоевропейских языков, у них должна быть каплогруппа Р1А, но современные народы, говорящие, относящиеся к кельтской группе, имеют каплогруппу Р1Б. Почему так получилось? Есть как бы гипотеза такая, вполне возможно, что вот эти Р1А, которые были носители индоевропейских, они просто погибли в боях. Помнишь, мы это обсуждали? А, да. Потому что по тем же самым письменным источникам, кельтам было, ну, они себя не уважали, если они в последних годах сражались. Не в первом ряду. Да, и как раз известно очень сильное сражение с римлянами, ведь они уничтожили. Когда римляне их победили, и просто, возможно, самая пассионарная часть активная погибла, остались Р1Б. Ну, либо уничтожили её. Ну, ты просто стал фанатом Р1А. А вот я ещё такой немного политический вопрос, задать. Не получается ли так, что между Р1А и Р1Б существует вот такая вот генетическая вражда? Нет, это должна быть культурная вражда. Да, культурная вражда, это государственная, это понятно. Ну, какое-то неприятие изначально. Или я сказал, конкуренция, скажем так. Нет, есть какие-то генетические предрасположенности, есть. Конкуренции? Нету. Нету. Нет, вот сейчас обсуждать, фактически получается, что… Это было тогда, когда их было очень мало. Ну, сейчас, если посмотреть, вот есть англосаксы, да, есть как бы славян. И между ними что-то постоянно какие-то трения, да. И на политическом уровне, и неприязнь на культурном уровне, да. Это вообще там… Это англосаксы, там, в массе своей считают… Совершенно не для людьми сейчас. Они считают это просто генетическим предрасположенностями. Нет, ну, может быть, просто есть какие-то генетические корни, вот, которые восходят к каким-то там временам, там, изначально какой-то такой конкуренции враждают. Ну, по предрасположенности мы… Не, вообще можно? Можно об этом вообще говорите? Это всё-таки… Наполеон, Дожириновский… Можно, но это… Ну, что, вы там Папаня-то на Усско-Святое или она вскрыли, что ли? Нет, смотри. А, ну, Наполеон Е. Наполеон Е. Е1Б. Е1Б. Ну, Е Е. А, так и у вас, как и… Нет, ну, смотрите, вот, смотри, взять группу Е, да. И получается, что группу Е предназначает кто? Наполеон, Гитлер, да? Менштейн. Менштейн. То есть, такие вот… Жириновский. Ну, Жириновский, ладно. Но, например, взять только Наполеона и Гитлера, сразу какие-то люди, которые стремятся, что-то, какие-то… Это что-то возглавит, какое-то движение, да, людей повести, какими-то вождями является. То есть, какая-то генетическая может предосположенность между БД. А почему не говорить тогда о том, что, допустим, между Р1А и Р1Б, то есть, генетическая предосположенность – это неприязнь. Это должна быть все-таки… Это не научная, естественно. Я вообще придерживаюсь неполиткорректной точки зрения, что генетические данные очень сильно влияют на все расклады. Так и есть. Да. На самом деле это все влияет. Поэтому здесь кодируется оно не в Y-хромосоме, а кодируется все-таки в остальных 22-х хромосомах, и там гораздо больше. И прочитанного из этого просто мизер. Популяции различаются. Я считаю, что народы… определить, кто какому народу по аутосомам, вот Family Finder тот же, вот очень хорошо определяется, кто… И комплексы вот этих мутаций, которые, предрасположенностей, они все-таки это уже популяционные, а не какой-то гоплогруппы. То есть, популяция смешанных гоплогрупп, то они будут иметь… То есть, это не генетическое? Это генетическое. Я считаю именно, что генетическое. Потому что гены несутся вот в тех 22-х остальных хромосомах.